Новая Зеландия является одним из самых популярных мест для рыбалки. Здесь в большом количестве водится лосось, окунь и форель. Благодаря отсутствию хищников и избытку пропитания, популяция рыбы существенно увеличилась. Однако, известно, что рыбачить в Новой Зеландии довольно сложно. Из-за того, что водоемы чистые и прозрачные, рыба видит рыбака с большого расстояния. Рыба из этой реки по своим питательным свойствам не уступает мясу, но братьям придется потрудиться, если они хотят поймать хороший улов. На костре КОСТЕРМОВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну вот Наконец-то Да! Я разжег огонь! Кейси, у меня получилось! Отлично Крис очень доволен, ведь теперь они смогут поесть горячей еды А я принес ветки Хорошо Я вижу дым Я столько времени потратил Почему? Все не получалось выбить искру, но в итоге листья загорелись Сейчас разойдется Пламя пока слабое Знаю, скоро будет лучше Нашел несколько веток с рогаткой Подточу их Хорошо Я хочу, чтобы огонь разгорелся посильнее Возьми для розжига После сплава по реке с крутыми порогами, лазанье по горам и бессонных ночей Братьям давно пора как следует подкрепиться Но сейчас им нельзя спешить Непрожаренное мясо в условиях дикой природы может стоить им жизни Давай, наконец-то! Так, сейчас немного раздую Я немного беспокоюсь насчет этого мяса Почему? Из-за запаха В борьбе за выживание Голодные и злые Еще немного, и братья впервые за три дня поедят Им предстоит долгий путь И нужно подкрепиться козьим мясом, чтобы восстановиться и набраться сил Красота Все Сейчас разгорится Это не нож Ну и ладно Чувствуешь? Ты про запах? Чудовищный Отвратительно В брачный период организм дикой козы вырабатывает большое количество тестостерона и адреналина Кроме того, адреналин вырабатывается при стрессе И он блокирует выработку молочной кислоты, что делает мясо козы темным, жестким и сухим Оно фиолетового цвета, с высоким уровнем pH и металлическим привкусом Мясо козла быстро портящегося При температуре воздуха выше 20 градусов Цельсия, содержащиеся в мясе бактерии могут быстро сделать его непригодным для еды Что думаешь? Вроде готово, да Посмотрю один кусок Готово Мясо прожарилось, выглядит аппетитно На Тебе выпала честь продегустировать его первым Твоя добыча Попробуем Ну как? Жестковато Жуётся? Как на вкус? На вкус? Бывало и лучше Определённый есть привкус козы Ужас Не нравится? Боже На вкус как железо Мясо козы явно не по вкусу Кейси Оно полностью прожарено, это точно Может его стоило потомить подольше? Не знаю, я готов съесть и так В данном случае нужно довольствоваться тем, что имеем Что ж, ладно Даже желудок прогрелся Какой ужас Совершенно не жуётся Отвратительно Мясо козы преподнесло братьям неприятный сюрприз Выбирать не приходится Возможно, дальше будет лучше Как резина Ужасно Первая дегустация мяса козы И, надеюсь, последняя Постараюсь доесть Но без мяса нам сейчас никак Я поделюсь Я видел зайцев в горах Можно подняться и Попробовать подстрелить Какой ужас Привкус определённо есть А я пойду на рыбалку Этот кусок с сильным привкусом Никогда не ел ничего подобного Ладно Да Началось Держись Держись Да, это плохо Ужасно Держись Я не могу это есть Найдём кабана Или зайца Может, форель поймаем Не вздумай Нужно порыбачить Я так не могу Мясо не буду Бери, если хочешь Как скажешь Возьму всё для рыбалки А я поем ещё мясо Я очень голоден Братья потратили очень много сил на охоту Но теперь им нужно найти более приемлемую еду Если они не хотят Давиться мясом козы Ну вот Да я ничего хуже в жизни не ел Так, нам нужно раздобыть что-то более съедобное В борьбе за выживание Зверский голод Крис и Кейси Кифер оказались в дикой природе Новой Зеландии с минимальной экипировкой и без продуктов Мясо со вчерашней охоты принесло больше вреда, чем пользы Скоро вечер, и братьям нужно срочно раздобыть себе пропитание, чтобы не ужинать Тошнотворным козьим мясом В борьбе за выживание Я уже очень давно хотел порыбачить Мы в Новой Зеландии Рыбы здесь словно динозавры Мне повезло родиться и вырасти в регионе США, где в водоемах обитает озерная форель Подумайте только Здесь форель почти метр в длину Вы можете себе это представить? Это больше похоже на охоту, чем на рыбалку Я очень люблю рыбалку Но здесь удить рыбу раз в десять сложнее Мне придется постараться и проявить терпение Но вы не представляете, каково это Сидеть здесь На берегу прозрачной Новозеландской реки И высматривать форель Я так долго ждал этого момента И вот он наконец настал И не важно, поймаю я рыбу или нет Главное, я здесь И я рыбачу И это меня радует Очень радует Пока Кейси высматривает рыбу на берегу реки Крис отправился охотиться на равнину Нужно осмотреться Когда я был здесь вчера, я заметил зайцев, но они были далеко от меня Вчера я пришел с добычей Но это не то мясо, которое мне хотелось бы есть Кейси на рыбалке Мы разделились Он хочет наловить форели Надеюсь, ему повезет Рыбалка будет непростой Но у него большой опыт Так что все должно получиться Я поохочусь здесь, попробую подстрелить зайца Или может другое животное Место хорошее, надеюсь, мы оба вернемся не с пустыми руками Зайцы обитают на лугах и пастбищах На северных и южных островах Новой Зеландии Их привезли переселенцы из Англии в 18 веке И с тех пор, благодаря высокой рождаемости, приспособляемости и отсутствию хищников, их численность возросла Из-за зайцев растительность в более сухих районах южной части практически уничтожена и не подлежит восстановлению Животных настолько много, что Крису не составит труда пристрелить парочку Я на горном хребте, хочу хорошенько осмотреться Нужно изучить водоем, но он очень глубокий, и здесь тоже очень глубоко Я взобрался повыше, чтобы получше разглядеть водоем и надеюсь увидеть косяки рыб И вообще, было бы неплохо изучить течение, прежде чем рыбачить В рыбалке пол-дела умение выбрать правильное место Нужно определить, где сейчас находится рыба и чем она питается Например, если рыба питается насекомыми, то какими и почему именно ими? По воде можно многое определить Нужно понаблюдать и подумать, где может обитать форель Так что я пока присматриваюсь Надеюсь, я поймаю рыбу, потому что мне совсем не хочется снова есть мясо козы Совсем не хочется До захода солнца остается 4 часа И Кейси стоит поспешить с рыбалкой, если он хочет вернуться с уловом В борьбе за выживание, все по плану Крис и Кейси Кифер отправились на поиски пропитания Крис охотится на зайцев, а Кейси впервые в жизни готовится поймать огромную форель В Новозеландской реке Я уже замечал здесь зайцев Их тут должно быть много Мы же в Новой Зеландии Зайцев в этой стране полно Хотелось бы пристрелить парочку Потому что на вкус они что надо Ну-ка Выходите Как же сложно пробираться через кусты Мне это не нравится Здесь все необходимое Видел движение неподалеку Пожалуй, начну с наживки в виде мухи Хорошо, что я захватил с собой солнцезащитные очки Если я правильно выбрал место, все пойдет как надо Здесь много мошек, так что с местом я угадал У Кейси богатый опыт в рыбалке, ведь он провел сотни часов на реках по всему миру Не первый год умение рыбачить выручает братьев И помогает им прокормиться в любом уголке мира Однако реки Новой Зеландии существенно отличаются от всех прочих Чтобы уйти словом, придется задействовать все свои умения и знания Но чем ближе к заходу солнца, тем меньше шансов на успех И возможно, сегодня братья останутся без ужина Сейчас лучше затаиться, потому что зайцы очень проворны Кажется, я сижу здесь целую вечность Вокруг ни души Но я знаю, что они здесь, потому что видел их вон там Вот зайчьи норы по обеим сторонам насыпи Очевидно, они должны бегать здесь, туда-сюда Гляну еще кое-где Потом отправлюсь к лагерю, может мне повезет на обратном пути Солнце садится Рыбачить оказалось намного труднее, чем я предполагал Чтобы поймать рыбу в таком водоеме, нужно сначала увидеть ее Надеюсь, Крису сегодня повезет Он охотится на мелких животных, преимущественно зайцев Хорошо бы он подстрелил кого-нибудь Если он тоже с пустыми руками, нам придется ужинать мясом козы А так не хочется В борьбе за выживание Что ж Я все еще здесь, на реке Все пошло совершенно не так, как я планировал Я не поймал ни одной рыбины Но ничего не поделаешь Унывать я не буду Ведь рыбалка – это здорово Главное правило – рыбачить там, где увидел рыбу Я не видел рыбу Так что рыбачил вслепую, угадывая места, где она предположительно вводится К сожалению, это не сработало Так что На сегодня все Пора в лагерь, узнать, как дела у Криса Мой план провалился Надеюсь, его нет Ну что, ты с хорошими новостями? Нет Ничего? Совсем Серьезно? Да У тебя? Тоже Ни одной рыбы? Ни одной не увидел Всю реку обошел, без толку Какую только наживку не использовал Перепробовал все, что можно, и все без толку, не клевало Чтобы поймать рыбу, ее нужно сначала увидеть Как же я надеялся на улов А ты никого не встретил? Зайцы здесь повсюду Я знаю, что они обитают там, на равнине Я просто сидел там целую вечность Поднимался выше, ни одного Я к козе не притронусь Я не шучу, ни за что не стану это есть Его даже проглотить невозможно Так плохо мне еще не было Никогда Кроме козла у нас ничего нет Я не уверен, что здесь вообще стоит оставаться Я надеялся, что ты добудешь хоть что-нибудь Да, мы весь день искали еду Братья уже четвертый день без еды И они начинают впадать в отчаяние Да, мы вообще с пустыми руками Ни с чем У нас только древесина и лес Больше ничего И костер Нам есть где ночевать Так долго мы не протянем Ты просто зол от голода, неправда Мы выспимся и завтра попробуем снова Завтра мы что-нибудь придумаем Обещаю Нечего тут думать Можешь злиться, а сколько влезет Ложись спать, смирись Меня все это достало уже Мы просто устали Мы справимся Голод и усталость плохо сказываются на отношениях братьев Идешь спать? Нет Успокойся Возьми себя в руки Побудь с собой наедине Поразмысли Выспись хорошенько Утром будет лучше Я разочарован Братья снова ложатся спать голодными Кейси манит река Но братьям необходимо помириться Чтобы двигаться дальше Смотри, там кабан Вон он